Обычно любые очистные сооружения сопровождаются каким-то неприятным запахом, потому что идут процессы очистки, разложения. Так вот, мы сразу предусмотрели закрытый комплекс и накрыли все резервуары, поэтому у нас выбросов в атмосферу просто нет и запаха тоже нет. И деньги не пахнут. Несколько комплексов очистки съедают едкий запах кожпроизводства. В Заринске открыли филиал Рязанского завода «Русская кожа», чтобы ежемесячно перерабатывать 600 тонн шкур и выпускать 100 тысяч квадратных метров материала. Это один из примеров успешного осуществления вложений, инвестиций в экономику Алтайского края. Для того, чтобы это стало возможно, необходимо было, конечно, не только самоготовность инвесторов, не только наличие идей, проекта и создание привлекательных условий, для того, чтобы проект стал возможным при реализации. Их создали Кожевинный завод «Резидент Тассер» – территория опережающего социально-экономического развития. В рамках госпрограммы завод получил свыше 800 миллионов рублей, плюс несколько лет практически нулевой налог на прибыль, имущество и землю. А для русской кожи появление на Алтае выгодно вдвойне. Повысить нашу конкурентоспособность нашей продукции на рынках Юго-Восточной Азии мы сокращаем логистику практически в пять раз. Если сегодня продукция доставляется за 60 суток, то отсюда она может доставляться за 10 суток. Представленная кожа пока привезенная в образцы крутящейся барабанной, которые в будущем будут перерабатывать шкуры животных, работают для антуража. Торжествие открытие пока символическое. Предполагается пусконалочная работа и отработка технологии. А когда все-таки начнется производство? Мы планируем, что в четвертом квартале, то есть в этом году, мы запустим производство. Но четвертый квартал уже идет и пока с запуском производства не спешат. Открытие завода, к слову, тоже планировали два года назад. Как нам пояснил временно исполняющий обязанности главы Заринска Сергей Иванов, сроки сдвинулись из-за документальных сложностей. СМИ упоминали долгий монтаж, климат. Тем не менее, это кожевенное предприятие в рамках страны первое за 20 лет. А это уже огромный плюс для легкой промышленности. Сырья здесь, в сибирском регионе, достаточно. И практически мы переходим в сельском хозяйстве, также к безотходному производству. То есть все, что производится в рамках мясного и молочного жертвоводства, те шкуры, которые раньше выбрасывались, к сожалению, зачастую просто на помойку, они будут перерабатываться, и здесь будет создаваться новый дополнительный продукт, будет создаваться в регионе добавленная стоимость. Пока здесь запускают первую очередь производство. Краст – это полуфабрикат. Это обеспечило работой почти 60 человек. А в планах трудоустроить около 200. Возможно, это случится с запуском второй линии продукции товарного вида. Она появится в течение трех лет, и именно этот продукт будет ориентирован на экспорт Китай и Индию. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова